Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Исполняющий обязанности главного врача детской городской клинической больницы Шалягина Мария Евгеньевна. Здравствуйте. Добрый день. Мария Евгеньевна, скажите, пожалуйста, вот, наверное, абсолютно совсем здоровых людей нет, да? А вот в плане детей, есть вот абсолютно здоровые дети, и есть такие хронические заболевания, которые, например, лидируют у ребятишек? Несомненно, здоровые детки у нас есть. В этом году, в 2021 году, планируется поступление в первый класс около 6 тысяч детей. И очень отрадно для нас, что 30% из них, это около 1800 детей, это абсолютно здоровые дети, не имеющие никаких хронических диагнозов. Но есть и детки с хроническими заболеваниями. Как вы знаете, что все хронические заболевания делятся у нас на те, которые находятся в стадии компенсации, то есть которые не требуют какого-либо медикаментозного лечения. Таких детей около 45%. Ну, то есть там только наблюдение? Да, только наблюдение. И есть детки, у которых хронические заболевания находятся все-таки в стадии декомпенсации. Они требуют более пристального внимания врачей. В период обострения хронических заболеваний требуют наблюдения врачей, как педиатров, так и профильных специалистов. Таких детей около 25-30%. Ну и 7-8% это те детки, которые страдают у нас хроническими заболеваниями, являются детьми-инвалидами и имеют какие-то либо ограничения в своей жизнедеятельности. Если наблюдать, по каким заболеваниям детки наблюдаются, можно выстроить определенную тенденцию. Отрадно для нас, что диспансеризацию проходит каждый год более 95% детей. И наблюдая за ними, мы можем выследить, какие заболевания превалируют в данном определенном каком-то конкретном возрасте. Хочется отметить, что детки-первоклашки чаще всего на первом месте это заболевания нервной системы, затем заболевания опорно-двигательного аппарата, и потом только зрительного нерва и глаза. Такая тенденция длится уже на протяжении многих лет. Мы отслеживаем ее ввиду того, что диспансеризацию проводим своим деткам. Мы заполняем определенные статистические формы, и в конце года мы всегда подводим итоги и выделяем тот перечень заболеваний, которые превалируют в данном конкретном возрасте. То есть все прозрачно, все видно абсолютно? Все прозрачно. Вы знаете, с кем из детей нужно работать? Да, конечно. Мы определяем диспансерные группы, с ними обязательно работаем. Но хочется отметить, что дети, которые имеют первую группу здоровья, то есть абсолютно здоровые дети, о которых мы сейчас с вами говорим, это не значит, что мы их бросаем и что мы их не наблюдаем. Профилактически они осматриваются в рамках законодательства, и специалистами в том числе, для того, чтобы выявить те риски, которые могут... Ну, факты рисков, вы говорите о них, да? Да, которые могут привести к развитию каких-либо хронических заболеваний. Мария Евгеньевна, ну вот подготовка к школе, да, она в любом случае должна быть. Вот с какого возраста нужно начинать подготовку к школе? В чем она выражается? И вот какие бы советы вы дали родителям именно в плане подготовки? Подготовка к школе начинается задолго до ее поступления, да? И подготовка к школе – это настолько комплексный, объемный процесс, который вовлекает в себя огромную массу специалистов дополнительных, а не только родителей. Прежде всего, конечно, это родители. Они должны заниматься своим ребенком, заниматься прежде всего его здоровьем. Потому что основная подготовка – это подготовка именно здорового ребенка, а не только физически, то есть от отсутствия каких-либо хронических и острых заболеваний, а также психическое, эмоциональное, гормональное и психосоматическое. То есть родителям кто должен помогать? Должен помогать врач. Это вовремя пройденные медицинские осмотры, вовремя пройденная вакцинация ребенка для того, чтобы он был готов к школе. Да, это тоже какая-то основа. Детки, которые посещают дошкольно-школьные организации образовательные, они готовятся к школе, ну, немножко более тщательно, наверное, да? С ними идут какие-то различные занятия, которые увеличивают уровень их знаний в данном конкретном возрасте. Сейчас огромное количество программ, которые готовят ребенка к школе не только психосоматически, но и обучают его достаточно большой грамотности. Очень многие дети, которые сейчас поступают в детский, извините, в школу, они умеют читать, умеют считать, обладают огромными навыками. Для того, чтобы ребенок гармонично пошел в школу, основа подготовки, конечно, это родители. Что мы хотим, чтобы делали родители? Самое первое и основное, чему они должны их научить, это основы личной гигиены и основы того, что ребенок должен сам одеваться, обуваться, поменять какую-то одежду, сложить какие-то элементарные вещи в сумочку или рюкзак. Этому ребенок должен быть обучен. К сожалению, очень многие дети не имеют этих навыков. И, конечно, в этом возникают трудности для того, чтобы адаптироваться. Сейчас нас услышат родители, я думаю, займутся этой стороной. Да, я думаю, что они услышат нас, да, и это действительно очень важно. Что еще должны делать родители? Это режим дня. Для ребенка, особенно для первоклассника, это крайне важно. Для того, чтобы избежать перенагрузки в школе, для того, чтобы не допустить срыва каких-либо соматических заболеваний, ребенок должен быть обязательно обучен режиму дня. Ребенок должен знать, что ему в определенное время нужно покушать, нужно лечь спать, чтобы рано утром встать, вовремя не опоздать в школу. И при этом ребенок должен быть выспанным, эмоционально здоровым, чтобы с хорошим настроением пойти в школу. Ну и, конечно, большую роль имеют воспитатели в дошкольных, школьных образовательных учреждениях, которые как раз прививают первоначальные такие навыки. Тоже свою лепту вносит. Да, навыки к науке, наверное, да. Плюс педагогический состав, конечно, готовит ребенка к пребыванию в коллективе. Те занятия... То есть коммуникация уже такая. Да, те занятия, которые проводятся для детей в детских дошкольных организациях, они, конечно, очень маленькие по времени, потому что детки в таком возрасте, они еще крайне неусидчивы, им очень тяжело сидеть. Дает определенный багаж. Да, по 10-15 минут они приучают их сидеть, поднимать руку на какие-то вопросы и так далее. Конечно, вот эта организация очень важна. Ну, то есть как-то не стесняться, не тушеваться, да, то есть как-то отвечать на вопросы. Да, поэтому такая подготовка, она действительно начинается намного заранее, и она очень должна быть комплексной со стороны всех. Мария Евгеньевна, ну вы уже заявили сейчас про вакцинацию, да, вот я хочу эту тему касаться. Без прививок ребенок будет принять все равно в школу в первый класс? Хочется отметить, что организацией приема ребенка в образовательную организацию занимается прежде всего руководитель данной образовательной организации. Медицинские работники, мы не имеем права сказать, возьмут ребенка в детский сад, в школу, или не возьмут в школу без прививок. Единственное, хочется отметить, что вот на протяжении даже вот моей трудовой деятельности, это уже 10 лет, ни разу не было такого случая, чтобы ребенка из-за отсутствия прививок не приняли в первый класс. То есть таких случаев у нас нет. Законодательство дает право родителям не вакцинировать своих детей. Хотя хочется отметить, что также в федеральном законодательстве об инфекционных заболеваниях есть те пометки, когда то, что касается эпидемической обстановки, эпидемической ситуации, нам законодательство немножко диктует свое. Вакцинировать мы, дети, конечно, должны. Особое внимание хочется сейчас сказать родителям о туберкулинной диагностике. Это действительно очень важно. Санитарное законодательство по туберкулезу диктует нам определенные нормативные акты и определенные правила поступления детей в образовательные организации. Ребенок обязательно должен быть осмотрен врачом-фтезиатром, если он не имеет проба МАНТУ, и туберкулинная диагностика ему не проводилась на протяжении текущего календарного года. Однако хочется отметить и предупредить родителей о том, что врач-фтезиатр при обычном осмотре визуальном не может определить, есть ли у ребенка какие-либо данные за туберкулез. Очень многие родители говорят, ребенок же не болен, ребенок здоров, и у нас туберкулезом никто не болеет. К сожалению, это не так. Существует в нашем мире очень много разновидностей туберкулеза, и внешне эти заболевания зачастую совершенно не могут проявиться. Те родители, которые отказываются от проведения внутрикожных проб МАНТУ, они могут воспользоваться альтернативными методами диагностики туберкулеза инвитера, но, к сожалению, такие показания к данному проведению таких тестов может определить только врач-фтезиатр. И вот с посещением врача-фтезиатра много проблем. Но, опять же, все детки обучаются, отказа в обучении нет. Но если такой ребенок есть, и родители совершенно никак не хотят обследоваться на туберкулез, тогда руководители образовательных учреждений все равно принимают таких детей. Но, к сожалению, избирают для них альтернативные методы обучения, такие как, например, индивидуальное обучение. Это у нас практикуется. Таких случаев немного, но они есть, хочется об этом сказать. Но, обращаясь к родителям, если они нас сейчас слышат, в чем отрицательные черты нестольного обучения? Это нарушение социализации. Дома ребенок не научится жить в коллективе, общаться. И, конечно, дефицит внимания со стороны своих сверстников, дефицит общения у него будет громадный. Отсюда вытекает, мы сейчас говорили о подготовке, и одна из сторон этой подготовки как раз адаптация ребенка к школе. Адаптация именно в коллективе, адаптация в классе, с педагогами. Что включает в себя адаптация именно, буквально в трех словах? Детки, они как взрослые, так же, как и мы. Если взрослые приходят в какой-то новый... То есть именно по-серьезному все. Да, конечно. Если ребенок приходит в какой-то новый коллектив, у него, конечно, есть адаптация. Это чужие люди, чужой коллектив. Особенно не так сильно воспринимаются педагоги зачастую, как сверстники, потому что сверстники все разные, у всех разные характеры, разные склонности, и зачастую деткам очень тяжело. Адаптация, есть корреляция по возрасту. То есть чем младше школьник, тем больше у него проходит период адаптации. Детки, которые идут в первый класс, у них адаптация проходит не меньше, чем полтора-два месяца. Они привыкают к коллективу. Здесь большую роль играют как родители, так и школьные преподаватели. Конечно, они должны расположить к себе детей. Они, прежде всего, научиться должны их работать в коллективе, общаться, и не замыкаться в себе. Очень важно, чтобы ребенок умел рассказать о своей проблеме. Не только родителю, но и преподавателю. Медицинские работники тоже оказывают большое содействие в адаптации. Медицинские работники выходят с лекциями, в игровой форме разговаривают с детками, пытаются как-то им привить любовь к школе. Это очень важно. Дети постарше, средняя школа, это где-то 2-3 недели. А старшеклассники, если у них меняется какая-то школа, например, потому что старшеклассники, как правило, в этом коллективе уже длительное время пребывают, адаптация у них крайне короткая, в течение недели они очень быстро привыкают. Маргин, а вот если, например, ребенок неусидчивый, то есть есть такой чертат, это является каким-то показанием, может быть, немножко отсрочить посещение школы? Или это все-таки здесь? Это очень важный вопрос. Родители очень часто обращаются с таким вопросом к врачу-педиатру, прежде всего. Но хочется сказать, что единолично врач-педиатр не может определить, может ребенок посещать организованный коллектив, образовательную организацию или нет. Что мы делаем с такими детками? Мы направляем их на медико-педагогическую комиссию. Она у нас... То есть по типу консилиума такого, да? Да, она у нас в городе активно работает, и такими детками занимаются они. Хочется отметить, что в состав этой комиссии входят не только доктора, педагоги, но еще и социальные работники и психологи. Они в соответствии с определенными тестами, с определенными игровыми программами определяют ту степень готовности ребенка к школе, вот этой гиперактивности, неусидчивости, и они только могут посоветовать родителям. Но вот Мария Евгеньевна, это же не всегда показатель неврологического какого-то расстройства, да? Нет, конечно нет. Поэтому включаются специалисты разных уровней. Поэтому и включаются специалисты разных уровней, действительно. Здесь может быть связка работать. И иногда бывали такие случаи, когда комиссионно ребенку советуют немножко побыть дома, но занятия с психологом, например, в течение какого-то небольшого периода времени, они дают результат, и ребенок идет в первый класс в сентябре вместе с остальными детками. А вот тоже такое явление, да? Понятно, что ребенок все время находится в вынужденном положении, да? Большая часть времени. То есть это все-таки осанка, я вот про это хочу сказать, да? Осанка, позвоночник, спина, там, да, все это. Вот здесь как вот ребенка научить этому? Или как это вот... Или за этим нужно просто следить? Затем, чтобы осанка у ребенка не менялась, большую роль должны иметь родители. Следить за этим. Следить за этим обязательно. Это что? Это правильная организация рабочего места. Вот, давайте об этом. Да, письменный стол и стул обязательно должны быть по росту ребенка подобраны. Есть специальная шкала градации. Сейчас современные столы, на них на всех есть специальная шкала, где по росту ребенка, в зависимости от его сидячего положения за столом, подбирается его высота. Кто-то может еще посоветовать разобраться в этом? Если вы покупаете мебель в специализированных магазинах, то те представители, которые работают с этой мебелью, они все подсказывают, как работать с этой шкалой. В действительности, если вы покупаете стол и стул в специализированном магазине, вы даже без помощи можете определить, какую высоту нужно поставить на этом столе, закрутить так называемые вот эти вот винтики, чтобы ребенку было комфортно сидеть. То есть это стол на уровне чуть выше пояса. Ребенок должен сидеть правильно, стул должен быть комфортный, посадка должна быть глубокой обязательно, то есть ребенок не должен сидеть на краешке стула. Желательно, чтобы эти стулья были не вертящиеся, не крутящиеся, как сейчас новомодно покупать. Мы не советуем это покупать родителям. Обязательно должны быть в подлокотнике, чтобы ребенок не перевалился с места на место. Сидеть он должен ровно. Обязательно ноги должны быть согнуты у него в тазобедренном и коленном суставе, и опора должна быть на полу. То есть ноги ребенка не должны болтаться в воздухе, они должны стоять. Стол должен обязательно быть расположен у окна. Желательно в любое, неважно, дневное или вечернее это время, должна быть настольная лампа. Свет должен попадать справа. Если у ребенка на рабочем столе совмещено и компьютерное место, то компьютер должен стоять прямо перед лицом ребенка, монитор. Ребенок не должен крутиться и отвлекаться в разные стороны, чтобы скорректировать свое движение. Очень важно, как он читает книги за столом. Желательно, чтобы книги стояли на подставке, чтобы это было на уровне глаз, чтобы ребенок опять же не смотрел вниз или куда-то вверх далеко. Это очень важно. Те полки, которые размещаются вокруг письменного стола, должны быть на уровне вытянутой руки. Ребенок не должен тянуться или опускаться глубоко. Для детей младших школьных возрастов неприемлемы ящики. То есть все должно быть в зоне видимости. Он не должен сутулиться, постоянно куда-то там отвлекаться, для того, чтобы что-то где-то достать. То есть это важно. Хочется отметить, что в школе за этим тоже следят. Все школьные парты и стулья подобраны соответственно возрасту каждого ребенка. Чем выше класса, тем столы выше, чем ниже класса. То есть первоклассника не посадят за очень высокую парту, чтобы ему неудобно было сидеть и писать. Мария Регина, а вот бывает, что дети жалуются на головную боль, особенно когда занятия начинаются. Это же все равно же нагрузка, физическая, психологическая нагрузка, эмоциональный фактор играет роль. И появляются головные боли. Так называемые боли напряжения. Что это такое? И может быть, как с этим бороться? Как врача? Хочу спросить вас. Сам по себе термин головной боли напряжения, головной боли, так называемого заболевания школьников, напрямую с учебным процессом не связан. К сожалению, у головной боли очень широкий достаточно патогенез. Надо сказать другие причины. Да, очень широкий патогенез. И здесь может быть не только одна причина, а несколько причин для того, чтобы разбираться. Чтобы разбираться, да, действительно. И если ваш ребенок жалуется на то, что у него болит голова, неважно, в какое время дня он с этим симптомом обращается, после пробуждения, или в течение дня, или после школы, прежде всего нужно обратиться к своему участковому врачу для того, чтобы определить тот спектр обследований, который необходимо провести для обстановки диагноза. То есть мы, врачи-педиатры, не проводим параллели между учебным процессом и головной болью. То есть это не напрямую взаимосвязанные процессы. Головная боль может усиливаться ввиду школьной нагрузки, да, потому что сейчас нагрузка у деток достаточно большая. Много предметов, разностороннее обучение. Но спровоцировать эту боль может совершенно другие. Но спровоцировать, да. Были случаи, когда родители обращались к головной болью, и мы диагностировали достаточно серьезные заболевания, такие как эпилепсия. То есть медлить нельзя? Медлить ни в коем случае нельзя. То есть такое вот действительно серьезное заболевание, как эпилепсия, с симптомом первым тоже может быть головной. Варим не о том, что разве какие-то боли, да. Вот именно, что они какой-то имеют такой постоянный характер, поэтому надо насторожиться и уже действительно обращаться к врачу. Да, обязательно. Никого не слушать, никакие там советы, доводы. А идти к людям в белых халатах. Ни в коем случае не заниматься самолечением, не искать путей каких-то решений проблем в интернете и ни в коем случае тоже не говорить на то, что вот ребенок много учится, поэтому вот у него болит голова. Ну и наполовину такой житейский вопрос, да. Вот как ребенку подобрать вот правильную обувь, правильный рюкзак, там сейчас они рюкзаки же у них, да, портфелье как-то немножко канули в лето, да. Вот как подобрать, чтобы действительно ребенку было комфортно и чтобы это с медицинской точки зрения тоже было правильно. Подбор рюкзака и обуви это действительно очень важные моменты, потому что это те вещи, на протяжении дня с которыми ребенок очень много контактирует. Рюкзак переносит с места на место, идет там в школу, со школы, и обувь, соответственно, находится в ней целый день. Я говорю как о первой обуви, так и о сменной обуви. Ну, начнем с рюкзака. Прежде всего хочется отметить, что рюкзак по своему весу не должен превышать 10% от веса ребенка. Мы стараемся говорить об этом постоянно-постоянно родителям. Да, действительно, иногда замечаешь такие картинки, когда ребенок такой маленький-маленький, но рюкзак несет огромный. Хочешь подойти прям помочь. Да, это немножко неправильно подобранный рюкзак. Почему? Потому что иногда родители идут на поводу у наших детей, красивый, особенно мальчики, супергерои, да, все ярко, красиво. На самом деле это не так. Основных, наверное, два момента, которые должны вас привлекать в правильных рюкзаках, это спинка и ремни. Спинка должна быть желательно ортопедической, плотной. Она должна плотно привыкать к спине. Прилегать прям к спине, да? Да, к спине обязательно должна прилегать, чтобы не было вот этих безвоздушных промежутков, потому что они усиливают нагрузку на поясничный отдел позвоночника. Ремни должны быть широкими, тонкие, широкими и тоже с ортопедической подложкой. То есть внутри ремешка должна быть основа. Она не должна сдавливать ни тело ребенка, ни одежду. То есть комфортно должно быть? Комфортно, потому что вот эти вот тонкие лямочки, они очень стесняют движение и они увеличивают нагрузку на позвоночник. Обязательно они должны регулироваться по высоте. Хороший рюкзак, правильный рюкзак, который не навредит здоровью ребенка, не должен болтаться ниже поясницы, он должен находиться на уровне грудного отдела позвоночника, не ниже. Все, что остальное, все тянет, смещает центр тяжести на поясницу и формируется, соответственно, нарушение осанки и в будущем это сколиозы. То есть рюкзак должен быть прежде всего вот таким. И небольшим, напомню, да? Чтобы не превышал 10% веса, но основная часть туда поместится. Поэтому родителям не стоит за это переживать. Обувь. Что мы рекомендуем по обуви? Это прежде всего, наверное, натуральные материалы для детей. Это кожа или какие-то тканевые, обувь тканевая, если это касается второй обуви. Обязательно супинатор должен быть. Это так называемый распределитель центра тяжести. Супинатор поддерживает ногу в правильном положении, не дает перераспределению нагрузки и для того, чтобы формировалась плоскостопие. То есть стопой нужно тоже поглядывать родителям, да? Смотреть? Да. Не меняется ли потому, что... Обязательно. Обязательно нужно за этим наблюдать. Нос обуви должен быть закругленным. Никаких новомодных, узконосых моделей обуви, потому что они очень сильно стесняют движение. Мало того, что они стесняют движение, детки в таком возрасте, это наши первоклассники, о которых мы сегодня говорим, у них стопа еще идет на процессе формирования. У них происходит искривление пальцев, что вызывает и ведет за собой очень серьезные последствия по стопе. Обувь должна быть свободной, она не должна стеснять движение. Ни в коем случае неприемлема покупка так называемой обуви на вырост, да? Там на несколько размеров, потому что комфорт должен быть. Это что касается первой обуви. То, что касается сменной обуви, желательно, чтобы это была тканевая обувь, потому что ребенок пришел, с уличной обувью переобулся и движения не должны у него быть стесненными. В тканевой обуви нога находится более длительный период времени, потому что ребенок в школе находится дольше, да. Соответственно, нога не вспотеет, не будет стеснять каких-либо движений. Ну и чисто по экологичности, наверное, это более приемлемо для второй обуви. Мария Евгеньевна, а еще вот такой вопрос, как зрение, да? Тоже эти нагрузки, да? И компьютер, да? И это занятие с каким-то учебным материалом, это все влияет на зрительные анализаторы и на само зрение, структуру. Как вот с этим тоже профилактика заболеваний? Зрение, да, действительно, у нас заболевания зрения, они прогрессируют. И хочется отметить, что чем старше школьник, тем заболевания органов зрения выходят у него на более первые места. И, соответственно, дети, это наши подростки, 16, 17, 18 лет, это первое-второе место по хроническому заболеванию. Но чтобы это заболевание предупредить, профилактику нужно, конечно, проводить еще в начальных классах. Что мы советуем по зрению? Прежде всего, это ограничение работы с гаджетами. Это то, что сейчас особо занимает наших детей. Дети первых, вторых классов, это 7-8-летние дети, не должны быть с гаджетами больше 30 минут в день. Я, конечно, и сама мама, и, наверное, сложно найти ребенка, который имеет это ограничение в 30 минут. Это вот наш мич, наверное, современности. Это очень сильно сажает зрение. И восстановить зрение, на самом деле, очень сложно. Это чтение. Должно быть расстояние не меньше 35-40 сантиметров. Шрифт, наверное, тоже имеет значение? Шрифт имеет значение. Расстояние до книги, освещение. Это все очень важно. Поэтому мы говорим о расположении стола, о расположении книги и так далее. Расположение монитора, соответственно. Что еще хочется сказать? Это отдых. То есть ребенок должен гулять. Зрение восстанавливается. Отдых, как мы знаем, это смена вида деятельности. И отдых идет у нас не только пассивный, но еще и активный. И зрение восстанавливается на активном отдыхе тоже. То есть какие-то игровые формы, да? Также это сбалансированное питание. Это обязательно витамины, которые тоже у нас улучшают зрение, улучшают глазодвигательный аппарат, положительно влияют на мышцы. Ну и простые тренировочные упражнения, которые мы обучаем первоклассников на первых занятиях в школе. Это и просто зажмуриться, и быстро отпустить глазки, где-то посмотреть на свет, и быстро перевести взгляд на какие-то другие предметы. Фиксирующие тренировочные упражнения, когда ребенок фиксируется сначала на одном близстоящем каком-то предмете, потом на дальше стоящем предмете, и так чередовать. То есть это вот простые такие упражнения, которые могут привести к тому, чтобы зрение у ребенка не ухудшалось. Ну то есть вот, судя по нашему разговору, да, это очень ответственный такой шаг, да? Да, конечно. Когда ребенок идет в первый класс, идет в школу, это меняется жизнь у родителей, да? Это кардинально меняется жизнь у ребенка, да? Такой взрослый этап наступает. Вот какие-то, может быть, ваши добрые советы и как от доктора, и как от специалиста, вот именно, который работает именно с детишками, и как от руководителя одной из наших самых крупных учреждений детской и родственной клинической больницы. Вот такие советы именно родителям. Советы родителям, это начать все-таки нужно со здоровья ребенка. Нужно за ним обязательно следить. Нужно вовремя проходить диспансеризацию, вакцинацию. Любое заболевание все-таки важнее предупредить, чем впоследствии лечить. Хочется, чтобы они с терпением относились к своим деткам, потому что детям действительно тяжело. Это и период адаптации в новом коллективе, это и какие-то образовательные программы новые. Хочется, чтобы родители относились с терпением к педагогам, потому что для них это тоже важно. Каждый педагог, который набирает первый класс, начинает знакомиться тоже с этим коллективом впервые. И не только детки видят первый раз, да, преподавателя, но и обязательно и преподаватели детей тоже. Хочется обратиться к родителям с тем, чтобы если у ребенка существуют какие-то жалобы, если вы видите, что что-то не так, что-то вас беспокоит, лучше лишний раз обратиться к врачу. Не заниматься самолечением, не искать каких-то путей решения данной проблемы у соседей в интернете или в каких-то научных книжках. Никто никогда не скажет родителю, зачем вы пришли. Все всегда помогут. У нас очень доброжелательные доктора, и мы всегда готовы всем помочь. Спасибо большое за такой интересный разговор. Ну что же, дорогие друзья, на этом наша программа подошла к концу. Я всем желаю здоровья, всем желаю удачи, успехов. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Редактор субтитров А.Семкин